Девушки отдыхают Мы нашли себе убежище И мы будем сражаться за свое будущее, пока не умрем Добро пожаловать на канал Юропы На этом видео посмотрим на игру под названием Until We Die Что будет, если взять выживание в метро после апокалипсиса, вызванного нападением инопланетянами Перевести это все с сайдскроллер, приправленного элементами стратегии Встречайте игру Until We Die, пока не умрем Until We Die это этакая смесь с метро 2033 и игрой Киндом Данный проект создавала российская компания Pixi Games По нашему скромному мнению проект очень получился высокого качества На высоких сложностях данной игры она способна бросить игроку вызов Несмотря на малое количество контента, что обещают исправить Игра не даст вам заскучать на время кратное от 5 до 20 часов В зависимости от условий прохождения Из-за наличия в игре экономических решений вам придется думать наперед, расставляя приоритеты на развитие защиты базы Или создание различных улучшений, об этом чуть подробнее будет позже Сама же игра не потребует больших ресурсов вашего компьютера Что тоже несомненно можно отнести к копилке плюсов После рассказа вступительного ролика, где нам расскажут причину Почему мы оказались в условиях выживания глубоко под землей И выбора сложности, мы приступим непосредственно к игре И первое, что нам предложат сделать, это выбрать персонажа Нам предлагают на выбор два героя, это мужчина Иван и женщина Анна И обратите внимание, что у каждого героя есть своя особенность У Ивана каждая пятая пуля в обойме является разрывной А Анна восстанавливает выносливсть при подборе еды Выбрав главного героя, вы становитесь командиром И именно от вас уже зависит дальнейшая судьба выживания на этом месте К вам присоединяются другие выжившие И именно ими вы можете управлять в будущем Если главного командующего убивают, то миссия автоматически провалена Также миссия будет провалена в том случае, если разрушат главную базу под названием генератор В игре есть цель, вам нужно выжить 30 дней И по завершении вы тогда получите концовку Выживших людей вы можете прокачивать и превращать их в диггеров, инженеров, сталкеров и снайперов Но так как игра экономическая, то нужно очень грамотно рассчитывать ресурсы Ресурсов в игре три вида Это шестеренки, еда и колбы За шестеренки мы строим все здания в игре За еду мы можем получить вывозки сталкеров, оплачивать столовую, дрезину и обмениваться на колбы А вот уже колбы нужны для того, чтобы изучать технологии Большинство построек в игре мы можем улучшать, но не забывайте, что нужно грамотно рассчитывать, как мы будем тратить ресурсы Помимо развития баз, мы еще можем также развивать и технологии Например, технологии могут позволить строить более крепкие стены, или же диггеры будут быстрее собирать припасы Прямо посередине экрана наверху вы можете видеть день первый Это временная шкала Делится эта временная шкала на три фазы Это день, вечер и ночь День относительно спокойное время, а так будет очень мало И они только заскриптованы Вечером уже мутанты могут появиться на карте Но не так сильно атакуют А вот ночь самое жаркое время Монстры вылупляются из яиц и начинают атаковать Выходить дальше оборонной базы ночью очень плохая затея Основной посыл игры это постоянно следить за тем, что и как нужно развивать И набирать постоянно новых выживших Стены являются очень важной постройкой Именно они сдерживают атаку мутантов Позади стен, как правило, формируется линия обороны Количество построенных стенок баррикад вы можете видеть на самом верху по центру Если эту стенку кто-то атакует, то она становится желтого цвета А если она уже в очень плохом состоянии, то она становится красной Справа значок в виде кулака показывает, сколько вы имеете сейчас выживших на карте Но для того, чтобы популяция выживших росла, вам нужно строить палатки И чем больше палаток, тем больше у вас выживших Как обычно, палатки тоже можно улучшать Генератор является сердцем нашей базы И от его уровня зависит уровень лаборатории, который дает нам новые технологии А позже шестеренки Генератор имеет три уровня прокачки Благодаря складу, который находится у нашего генератора возле лифта Мы будем добывать шестеренки для нашей базы Следующую базу, которую мы рассмотрим, называется Марсиская А нужна она для того, чтобы производить инструменты Но не забудьте, что для работы в мастерской нужен хотя бы один человек Двигаемся дальше И следующая база у нас это лаборатория Которая нужна для изучения технологий Для того, чтобы улучшать свою базу Нам потребуется один выживший, а именно инженер И колбы А вот уже для повышения уровня самой лаборатории Нам потребуется улучшать генератор Все взаимосвязано На верстаке вы можете поменять профессию своим выжившим А продвигаясь по карте, вам могут встретиться завалы и различные слизни Завалы мешают продвигаться вперед и заграждают путь Поэтому их нужно обязательно очищать диггерами Есть еще очень интересная штука, которая появляется за некоторое количество дней до последней волны Вы можете приобрести бронедрезину А телефон на карте позволит ее вызвать Ну а так как у нас сейчас ночь, давайте-ка поговорим про мутантов Есть как обычные мутанты, которые не имеют вообще никаких особенностей Потом появляются мутанты с щитами, которые рикошетят Паучок, он же можно его назвать камикадзе, который бежит с большой скоростью и после контакта с юнитом взрывается Дальнобойный мутант плевака, который наносит огромный урон и очень живучий Мутант, похожий очень на собаку, которая имеет среднюю скорость передвижения, высокую живучесть и средний урон Очень опасный и сильный враг это гигант, который имеет огромный запас здоровья, маленькую скорость передвижения, огромный урон при приближении Ну а еще есть мутированный цветок, который имеет много жизней и наносит огромный урон по площади Есть еще его уменьшенная версия Наросты на карте порождают яйца каждое утро, поэтому нужно очень внимательно следить за этим Именно из этих наростов вылупляются уже вот эти монстры Ну и наконец после прохождения игры вы получаете ранг и можете увидеть сколько всего вы уничтожили Если же все-таки ваш главный герой погиб, то вы попадаете в рай, нет в вагон Там вы можете почитать описание полученных улучшений и собрать сюжетную записку Вагон разделяется на 4 отсека с улучшениями Это инженерная, угольная, печь, комната связиста и лаборатория Например лабораторию вы можете открыть пережив 22 дня Ну а лучше переживите все 30 дней, получите удовольствие и пройдите игру Until We Die Ну а у меня на этом все, благодарю вас за просмотр, с вами был Юрок Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный сайт и дискорд И до новых встреч!